В детстве, конечно, я хотел стать футболистом, и мой кумир был до сегодняшнего дня, это был Рожемила. Есть такой игрок, он играл 9-й номер сборный Камерун и танцевал, когда забывал гол, самый старый, на чемпионат мира. И я вообще играл все детство, если раньше в Африке родители читали, что если ребенок играет в футбол, он неудачник, он не успевает в школе, и много родителей просто гоняли дети, чтобы не играть в футбол. Наоборот, мои родители меня толкали, я помню, ПВ-бусы, которые папа купил, он меня принес из Франции, в это время в Камеруне, и он меня провожал на тренировку, но когда я получил травм, я сломал ногу лево, мне стало страшно играть. И тогда мама сказала, ну давай дальше учиться, поскольку у меня было появление высшее образование, я учил второй, и вот так меня отправили в Россию, чтобы стать левчиком. Но так получилось, что в авиационный институт, город Егорыкс, я там не остался жить, и попал в Москву. Но поскольку все время, почему я еще хочу сказать жизни, мама всегда меня спрашивает, кем хочет стать, потому что я играл и пимпонг, маленький теннис, и футбол, я на саксофоне играл. Я читаю, что в жизни человек должен все пробовать, должен быть какой-то запасной, да, не просто учиться тупо, да, там учиться, как сказать, ботаник, пятерка, пятерка, ни спорт, ни музыка, ничего, надо всегда что-то делать, потому что учеба хорошо, но если не получается там, можно, например, там, спортом, можно музыкой. И вот это был мой случай. В Камеруне я читал рэп, как все дети читали рэп и так далее. И когда я попал в Россию, я понял, что чтобы жить, чтобы быть самостоятельным, независимо от родителей, надо что-то делать. И так я стал сначала диджей, в клубе играл диджей, около 10 лет я играл диджей. И я понял, что поскольку я живу в России, рэп это не то, надо что-нибудь учить попса, русские песни, чтобы попасть в душе русский народ. И вот так я учил в это время песню «Таполинепу». Честно, ребята, это была первая песня «Таполинепу». И нереально получилось, что декан Дружбы народов Гладус, наш декан, это была любимая песня. И вот так ни один праздник Дружбы народов без «Таполинепу». И вот так я начинал исполнять песни, все праздники, меня пригласили потихоньку, потихоньку, меня узнали вокруг Дружбы народов, в городе. И так получилось, что как раз создали команду «Дети Лумумба» у Маслякова, да, Ковен, и я исполнял все песни. И вот так дорога была на сцене, поэтому, дорогие мои, всегда надо что-то делать параллельно, учиться на пятерках, да, но, не знаю, кто-то умеет рисовать, рисуйте, кто-то умеет танцевать, танцуйте, кто-то умеет, не знаю, там, футбол, да, там, пинать, надо что-то делать. Тогда есть много дороги в жизни, да, где можно идти, если тебя закрывает другая дорога.